В этом году в Беларуси День знаний и национальный праздник День белорусской письменности совпал с финалом 20-й научно-просветительской экспедиции «Дорога к святыням». Экспедиция вышла за 4 дня до праздника из Минска в Быхов, который стал в этом году столицей торжеств. По традиции, участники экспедиции, ученые и преподаватели, литераторы и журналисты начали свое шествие от Минского кафедрального собора, где по традиции им вручили лампаду с благодатным огнем. Во время экспедиции «Святой сосуд» встречали жители 10 населенных пунктов по ходу следования. В этом году «Дорогу к святыням» впервые открыла для себя журналист белорусского радио Людмила Митакович. Вот что она рассказала о том, как встречали шествие жители городов и деревень. Во-первых, эта экспедиция и приход к людям с благодатным огнем мне напомнила Пасху. Потому что вот по этой массовости, которую нас встречали в деревеньках, в городах, люди выходили за околицу, мы шли с крестным ходом, служил самолебен, а потом все расходились со святым огнем. И вот это пасхальное чувство особенно ощущалось вечером, когда вот этот святой огонь буквально вот огромной рекой, а потом ручейками растекался по улицам городов и деревень. На своем пути к святыням участники экспедиции посещали школы, больницы, социальные приюты, где рассказывали о своей миссии, о значении благодатного огня, о языке и традициях, об освященном светом веры, духовном наследии. Журналист Елена Наследышева путешествует с экспедицией уже не первый год, и всякий раз ее приятно удивляет один и тот же момент. В этой экспедиции меня всегда удивляет один очень удивительный факт, что благодатный огонь и окружающая во время путешествия его молитва он объединяет вокруг себя церковных людей, людей верующих, представителей искусства, науки и местной власти. То есть он делает то, что в жизни порой, наверное, не в состоянии сделать больше ничто. Помимо принесения благодатного огня, у экспедиции есть еще одна символическая традиция. Каждый год в столице Дня письменности участники шествия устраивают сад молитвы. Садят молодые деревья, которых за 20 лет посажено уже более тысячи, рассказывает бессменный руководитель экспедиции «Дорога к святыням» поэтесса Нина Загорская. Владыка Филарет, провожая нас в экспедицию, сказал, две традиции у экспедиции – осияние городов и весей огнем Пасхи, огнем, это сам Господь в образе благодатного небесного огня, и насаждение садов молитвы. Это наше благословение на единении поколений в веках, на единении душ в вере и славе и всех наших делах во имя Господа. Завершающим аккордом многодневного путешествия стала Божественная Литургия в Свято-Троицком храме Быхова. Ее возглавил польский гость торжества, военный ординарий войска польского, епископ Семятический Георгий в сослужении епископа Борисовского Вениамина и епископа Бобруйского и Быховского Серафима. И сегодня мы стали действительно участниками, причастниками этой прекрасной литургии, участниками огня Благодати Божией и знаком этого огня являются сходящие каждый год в день Великой Субботы перед Воскресением Христовым благодатный огонь. К сожалению, в последние годы экспедиция дорога к святыням утрачивает общественный резонанс. Ей не уделяется должного внимания со стороны средств массовой информации. Вот это очень жаль, потому что вот хорошо бы, действительно, чтобы люди на экранах наших телевизоров видели, какая это экспедиция, как она нужна, какое благородное и великое дело она делает. Девизом экспедиции уже на протяжении 20 лет являются слова преподобного Сергия «Единством и любовью спасемся». День белорусской письменности символично объединяет два события принесения в города и весе благодатного огня света веры и дань почтения белорусской книге. Их единение в одном праздновании призвано напомнить о том, что именно благодаря свету веры родилась белорусская и в целом славянская письменность, родилась тогда, когда мы стали христианами. Информационный портал Собор Бай для телеканала «Союз». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова